Сегодня в выпуске. Смотрите, как мы будем делать микрополюдариум для малышей крабов красный дьявол. Поехали! У нас есть вот такой вот микротеррариум от кивсика, от оливка, у которой там жил. И он теперь обрёл новых хозяев. И мы будем его переоборудовать. Вытахнем оттуда всё содержимое, кусочки коры, землю. Отмоем его и получим вот такой кристальный параллелепипед. Также не забудем проверить его на герметичность путём наливания воды. Засыпем на дно чёрный крашеный аквариумный грунт ровным слоем. А затем сформируем берег при помощи вулканической лавы. Выкидаем немного такой же лавы, только другой фракции. Чтобы кокосовый субстрат не попадал в воду, проложим между ним и дренажом некоторый слой из сосновой коры. Укладываем кокосовый субстрат. Этот материал хорош тем, что он гигроскопичен, а также крабы могут там вырыть себе норки, которые им необходимы для жизни. Заливаем воду, одновременно смачивая субстрат. Слой воды, глубина должна быть такая, чтобы туда помещался маленький крабик. Положим в уголок мох. Ещё мы добавим чуточку мха. Ну и положим кусочек пробковой коры. Мало ли под ним будут прятаться наши маленькие постояльцы. Вот такой получился у нас внешний вид полюдариума перед заселением. Добавим немного органики в виде веточек с лишайниками и листового опада. Мало ли, крабики решат ими закусить. Вы только посмотрите, как выросли наши малыши. А ведь они были ещё мельче. Буквально считанные миллиметры. А сейчас это уже вполне визуально определяется краб. Давайте же его скорее выпустим в новый дом. Я не считал, сколько вылупилось или родилось, как правильно сказать, крабов в нашей одной самке. Но я думаю, их было порядка 20+. Маленькие крабики питаются всевозможными водорослями, мхом. Также можно им разломать мелко таблетки для самов, как их питаются взрослые крабы целыми таблетками. В общем, они в обжитом террариуме, заросшем микроорганизмами, не пропадут. Подбирают со дна всякий мусор, остатки какие-то органические, и питаются ими. Линяют маленькие крабики также в воде, поэтому им необходим слой или глубина воды выше, чем они сами. Вот обратите внимание, как у этого уже покраснели клешни. Постояльцу номер два уже не терпится освоить новое жилище. Кстати, эти крабики не самые большие, которые есть сейчас у нас, потому что они как-то растут не одновременно. Очень большой разброс, буквально три разных размера есть в данный момент. То есть, вот это, наверное, среднее. Есть еще больше на одну линьку и меньше на одну линьку. Наверное, это зависит от того, где, в каком углу террариума они обитают, чем они питаются, к чему у них есть доступ. Данных малышей вы можете приобрести у меня на Авито в объявлениях с пауками. Пишите, посмотрим, где вы живете, и, возможно, я вам их отправлю. Ссылка на профиль Авито в описании канала, а также я закреплю в описании к этому видео. Ох, какой малышок номер три ринулся в террариум. А этот, уже, смотрите, и умывается, и что-то подъедает. Бегают друг за другом. Наверное, сейчас будут знакомиться. Кстати, крабики довольно забавно дерутся. Ну, забавно это для нас. А друг к другу они могут вплоть до того, что оторвать ногу. В качестве корма я использую таблетки для самов. Они вот бывают такие зелененькие и красненькие в одной банке. Видимо, одни растительные, другие из креветок. Оттоварим каждого таблеточкой, иначе они все передерутся. В этом микротеррариуме мы будем следить за тем, как крабы растут, обретают взрослый окрас. А вы задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok